Всем привет от Семей ВКО! Впереди новогодние праздники, большинство из нас встретит их дома со своей семьей. С моей точки зрения это очень-очень здорово. Когда мне было лет 18-20, я искренне считала, что предел моих мечтаний это возможность встретить Новый Год вместе со своими друзьями. Однако одного-двух раз мне вполне хватило для того, чтобы понять, что семейные традиции это не про то, как надо, а про то, как хочется. К моим детям в начале декабря в этом году пришел волшебный гном. Каждую ночь он прятался, и утром девочки находили его в самых неожиданных местах. В руках у него было обязательное письмо с указанием, сколько дней стало до Нового Года и с небольшим заданием. Мы очень много вместе пекли для себя и чтобы порадовать близких нам людей с помощью сладких вкусных сюрпризов. Танцевали, слушали новогодние сказки, вырезали снежинки, выращивали кристаллы из соли, играли в снежки из бумаги. Словом, создавали радостные воспоминания. В ночь с 31 декабря на 1 января, я надеюсь, мы найдем под елкой очень-очень много красиво упакованных подарков, которые выбирались под каждого конкретного члена семьи. Не бездушные коробки с конфетами, не безликие игрушки, которые покупаются в массовом количестве для всех сразу, а заботливо подобранные сюрпризы, которые придумывали для каждого конкретного человека. К нам в гости приедут наши друзья, и когда часы будут бить помощь, мы все вместе загадаем желание. Это все те традиции, которые прививались мне в моей семье, моими папой и мамой, и которые сейчас в моей взрослой жизни вместе с остальными кирпичиками дают мне ощущение фундамента под ногами. Так получилось, что Иванку с детского дома мы забирали как раз накануне Дня Святого Николая. Когда я позвонила, чтобы предупредить, что документы готовы и я еду, меня ошарашили вопросом. А давайте вы заберете ребенка после праздника, ведь она на утреннике должна стишки рассказывать. Мы с фондом Рината Ахметова считаем, что все дети должны жить в семье. И я искренне надеюсь на то, что наступит день, когда все дети смогут рассказывать стишки только на тех утренниках, на которых они хотят, а не на тех, на которых вынуждены. А еще я хочу верить, что наступит день, когда все мальчишки и девчонки смогут формировать свои традиции, глядя на то, как это делают их родители, бабушки, дедушки, крестные, а не равнодушные в основной своей массе воспитателей в интернатах. Малина, да, случилось море, две пили сношинки, еще две сношинки, а разом выходит, как издевина, а разом выходит крапунка у дна. Несколько лет назад, под Новый год, сбылась моя мечта. В моей жизни появились люди, которых я смогла назвать своей семьей. И я не понаслышке знаю, каково это важно, чтобы у каждого ребенка были люди, которых он может назвать мамой и папой, которые бы заботились о нем, понимали и любили. В этом году у меня новая мечта. Я хочу, чтобы каждый ребенок жил в семье. И хочется верить, что чудеса под Новый год случаются. А я загадываю, чтобы хотя бы еще пару девчонок и мальчишек в этом году нашли свои семьи. С праздником вас! Все поздравляю всех с Новым годом и желаю, чтобы у каждого человека был тот, кому он нужен. И хочу пожелать деткам, которые живут в детском доме, чтобы у них была надежда на семью, чтобы их правда любили. С Новым годом! Я желаю вам искренне верить в волшебство, потому что чудеса случаются только с теми, кто в них по-настоящему верит. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Желаем, чтобы мечты сбывались! И до встречи после праздников!